Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы вернемся в передачу Нины Бастет ответить на твой вопрос Понедельник, 22 число, следующий Спасибо Теперь, ну мы тут в перерыве, естественно, тема такая, что я не мог не задать Нине Тут миллион вопросов вне эфира И некоторые я задам во время эфира, потому что действительно То есть для меня эта тема, она настолько интересна и настолько загадочна Что я вот у нас две линии загорелись, давайте будем отвечать на вопросы Ну давайте, хоть я хотела Добрый день, говорите, пожалуйста Здравствуйте, а хотите я отвечу на вопрос предыдущего слушателя? Насчет топора? Вы про топор? Нет, не топора, а насчет президента А, ну-ну Но это я, не мои предсказания, это предсказания всех Нет, все, тогда будьте здоровы, Варвара, мы сейчас не занимаемся предсказаниями президента Особенно, если это не ваши Да, давайте до того, ладно, раз до того, там еще кто-то звонит Добрый день, вы в эфире Большое спасибо за возможность, я вот звоню чуть-чуть-чуть, не по теме Хотя тема, 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 тема Мы по теме, будьте здоровы Сегодня мы говорим только по теме Вы знаете, у нас просто нет времени Нет времени не по теме Вопросов много Я хочу до того, как вернуться к нашей теме, все-таки напомнить, потому что мне попросили напомнить об этом Что в следующий понедельник, 22-е, да, число? Да, 22-е число У нас будет очередная встреча клуба, женского клуба «Я богиня» И это будет в 7 часов вечера Пожалуйста, звоните мне, записывайтесь, потому что обязательно в этот раз запись Потому что мы немножко, мы еще даже не знаем, где мы будем встречаться, но обязательно встречаемся В 7 часов вечера, в следующий понедельник Мой телефон 224-688-0155 Женский клуб женской силы «Я богиня» Приходите, дорогие женщины, дорогие мужчины, присылайте своих подруг Еще раз номер телефона 224-224-688-0155 Звоните, текстайте, посылайте смс-ки, а я вам всегда отвечу Итак, я хотела продолжить, мы не ответили на какой-то вопрос, да? Зачем люди гадают? Зачем люди гадают, да Это очень сложный вопрос Я об этом думала таким образом В одной из прошлых передач, когда я говорила про Кайлас Я рассказывала про то, что в какой-то момент времени, мы не знаем в какой Нас отключили от Бога То есть мы стали себя чувствовать одинокими и несчастными И особенно уж девушек в молодости Постоянно пугают И пугают То есть нам прививают неуверенность в завтрашнем дне Всем Мы все живем в том, что мы не знаем, что будет завтра Хорошо или плохо Там девушки, почему девушки гадают И особенно девушки в молодости гадают на любовь, правильно? Мы все Потому что постоянно слышится одно и то же Не веди себя так, не выйдешь замуж Никто тебя не возьмет И это идет очень сильнейшее программирование Поэтому мы говорим, программирует гадание Ну, наверное, это ничего по сравнению с программированием Которое идет с детства, родителями, обществом по жизни Телевизором, программами, газетами Шкобалой, учебой и всем остальным Поэтому это еще один маленькое программирование Как бы уже ничего по сравнению с тем, что мы уже прошли Поэтому я думаю, что мы гадаем именно потому, что Ну, очень нам хочется счастья И у нашего поколения, особенно вот у западных людей Я не знаю, я воспитывалась все-таки в Советском Союзе То есть я не знаю, как воспитывают здесь Может быть, по-другому воспитывали В это же поколение детей вот нашего возраста Может, по-другому воспитывали Хотя я не знаю Что мы должны себя вести определенным образом Да, потому что мы должны там зарабатывать Быть удачными Ну, короче, очень много всего программировалось Ну, конечно же, были условности Условности, условности жизни И вот именно это, именно это вызывает неуверенность в завтрашнем дне И проблема еще одна, что мы Живем все время Мы никогда не живем в настоящем Это то, о чем восточные учения говорят постоянно Мы должны здесь жить здесь и сейчас А мы живем или прошлым, или будущим, да? То есть мы знаем наше прошлое Мы все время о нем вспоминаем И все время хотим лучшего будущего Поэтому смотрим все время в будущее И ищем подтверждение своим надеждам и мечтам А, интересно, недавно услышала А ведь надежда, на которую мы говорим Умирает последней Это одна из вещей, которая была в ящике Пандоры Да Ты сегодня тоже упомянул опять ящик Пандоры Да То есть, хорошо ли иметь надежду? Наверное, не очень Лучше жить здесь и сейчас И тогда гадания будут не нужны Но мы живем в этом мире, миром двойственности Сегодня, к сожалению, наверное, они нам еще нужны На звоночек Ну, да, давай ответим на звонок И потом я задам вопрос Добрый день, глава Филипп Здравствуйте Здравствуйте Я выключу радио на минуту Пожалуйста Почему тогда Многие, многие женщины не интересуются Точнее, сейчас медицина так развита, что можно узнать точно полребенка Многие женщины не хотят знать Многие семьи, точнее Особенно это распространено у евреев Хороший вопрос Спасибо, сейчас послушаем ответ Прошу Вы знаете, вот я У меня у моей дочки уже двое детей Будет третье Ну, какая им разница У нее есть мальчик и девочка Ну, что будет, то будет Зачем уже знать полребенка? Ну, в принципе, да С другой стороны А зачем мне знать полребенка? Ну, как бы мы гадали Я когда была, помню, беременная первая дочка Всегда очень хотела мальчика Тогда еще в Союзе, да? Да Хотела мальчика по причине Не потому, что я хотела мальчика Я хотела старшего брата для своей дочки Я приходила, а моя бабушка говорила Наши девочки пришли Я говорила Бабушка, у меня будет мальчик Почему мы хотим знать полребенка? Потому что мы пытаемся Что-то запрограммировать Вот для меня это было, например У меня младший брат И мне, например, ну тоже Мы же опять же возвращаемся Девочки хотят выйти замуж Всегда Но тут еще желание Тут даже, может быть, не так программирование Как просто Желание, желание У меня было желание в моей жизни Да Выйти замуж Да Я смотрела Там у моих подружек Были мальчика Братья взрослые Да, и у них был Ну классно же Взрослый брат Значит я могу познакомиться С хорошим парнем У меня такого лака не было Потому что у меня был младший брат Поэтому, когда я была беременна Я очень хотела иметь Первого мальчика Понимаешь? То есть как бы Мы себя программируем Поэтому очень интересно Знать, что А почему евреях Не принято Не принято, наверное Как вы говорите В многих семьях не хотят Я думаю Просто для того Чтобы, может, заранее не расстраиваться Я не знаю Чтобы аборты не делать Да, то есть как бы Ну мало ли для чего Разве на этой теме Рассказываю быстренько Коротенькую историю У нас уже есть старший сын Все нормально Теперь нам нужна девочка Беременнает моя жена Все шикарно Нам все говорят одно и то же Посмотри на ее лицо Посмотри на ее живот Как она носит ребенка 300% девочка Гадали на кольце Кольцо сказала 800% девочка Уже придумали имя девочки Девочка должна была быть шейна Идем на УЗИ И медсест Это Ультрасаунд тяг Смотрит Кроцается И говорит Йоп И цобой И наша шейна Быстренько превратилась В шана Объясню почему Давай Объясню почему Потому что нужно учитывать Очень Почему я опять же сказала Нужны эти правильные гадалки Особенно в этом опасность Есть когда гадалка Ваша хорошая знакомая Почему Потому что у каждого Из нас есть желание Есть мысли Есть наше эго Вот я думаю Что ты должен делать так Я думаю Что это случится так И ваше желание Особенно кольцо Кольцо это маятник Маятник конкретно Если ты маятником неправильно управляешь Он тебе будет отвечать То что ты хочешь Вот То есть Любое гадание Поэтому в гадании Очень важно Те люди Которые действительно умеют гадать Действительно умеют предсказывать Они умеют быть абсолютно нейтральными к ситуации Вот это самое главное Поэтому это одна из очень Почему нужно искать правильного Если вы уже хотите предсказания судьбы А предсказание судьбы иногда нужно Не потому что предсказание судьбы А как совет Например Ну нужно ли мне идти в партнерство это Или нужно ли мне выходить замуж за этого человека Кстати в нашей В нашей культуре Этого нету Например в Ведах Да То есть как бы В Индии Да Очень сильно прислушиваются К мнениям родителей А родители прислушиваются К мнениям астролога Почему Потому что Это существует такое понятие Как карма Мы об этом много раз говорили И родители подсознательно Чувствуют карму Вот этого Того за кого она должна выйти замуж Или на ком он должен жениться Потому что у них есть опыт У них есть знания Они может быть уже на чем-то работают Плюс они слушают Всегда слушают астрологов То есть это не конечный результат То есть если человек готов развиваться И так далее Но если есть плохая карма В судьбе этой семьи То родители не хотят Чтобы эта карма Распространялась на детей Именно поэтому А у нас А у нас В нашем В наших западном обществе Это не принято Наши дети не слушают нас Мы не слушали родителей Мы делали что мы хотели И поэтому конечно Гадание Иногда Но не гадание А предсказание Если например Девушка готова послушать предсказателя Но не готова послушать маму Или папу То может быть это и есть Неплохая идея Если есть правильный человек Который может это сказать Если есть правильный человек Тогда вопрос Сразу Люди когда гадают Им кто отвечает Им отвечает Сам человек Который Смотрит в карты Или им отвечает Какая-то Сила Свыше Которая руководит Этим человеком А в каждом Ну во первых Нужно понять о том Что у нас существует Такое понятие Как душа И без этого Мы не можем Вообще Об этих вещах Разговаривать Вообще То есть Те люди Которые не верят В существование души Могут вообще повесить Типа радио Выключить Потому что Ну тогда не о чем Разговаривать Ну правильно То есть У нас существует душа Наша душа Знает все Она знает прошлое Будущее И сегодняшнее Она знает все варианты Будущего Все варианты Того прошлого Которые мы не прошли Которые могли Это первое Второе Что нужно учитывать О том Что Наша И мы тоже Об этом много раз говорили О том Что понимание времени В нашей земной жизни Линейное Есть вчера Есть сегодняшнее Есть завтра Но в В мире В В Галактике Как это называется В универсии Во вселенной Да Так это не существует То есть Все существует Сразу Всегда То есть Все что должно Произойти Уже есть Оно уже Все было И поэтому Поэтому Можно предсказать В каждой Предсказательной Системе За это Отвечают Разные Сущности То есть Например Всегда Отвечает Какая-то Сущность Мы можем Называть Это Богом Божеством Например Такая Очень сильная Система Гаданий Как руны Там Это Очень сложная Система Гаданий И очень Жесткая Это Такая Северная Северная Такая Мужская Очень Мужская Сильная И там Конкретный Бог За это Отвечает Бог Один Которому Пришли Эти руны Например В карты Таро Про которых Мы хотели Я хотела Через Эту Передачу Подойти Картам Таро Есть такие Карты Таро Которые Создал Маг Великий Маг Прошлого Столетия Кроули Ему Дал эти Карты Бог Тот Египетский Бог Тот То есть Это Карты Тота Называется Где-то Это Какие-то Сущности Поэтому Очень Важно Например Есть Целая Книга Которая Написала Физик О том Как Гадать С Маятником Потому Что Она Не только Гадать Учить С Маятником Но и Искать Свои Болезни Искать Людей Маятник Это Вообще Совершенная Система Где Люди Раньше Искали Даузинг Называется Искали Воду Колод Вдав И так Далее Здесь Система Важная Спрашивают Кто Мне Отвечает Это Очень Важно Если Вы Сами Себе Гадаете Например Маятником То Во-первых Ставятся Защиты Ставятся Задаются Вопросы И задаются Вопросы Каждая Сущность Должна Ответить Будешь Ли Ты Мне Отвечаешь Правду Потому Что Очень Часто Они Говорят Нет Вот Со мной Маятник Не Работает Потому Что Я Говорю Я Спрашиваю Задаю Вопрос Я Даже Переворачиваю Да И Нет Ответ Потому Что Маятник Только Да И Нет И Тем Не Не Потом Я Спрашивать Могу Спросить Иногда Он Не Работает Сейчас Уже Начал Потому Что Я Прочистила Свою Энергию Раньше Я Спрашиваю Ты Мне Отвечаешь Правду Он Говорит Нет Хороший Ответ Но Честный Потому Что Они Знаете Как Полицейский Если Спрашиваешь Или Полицейский Должен Ответ Правду Тоже Самое Да Я Хотела Рассказить Еще Несколько Занимательных Историй Которые Действительно Сбывшийся Пророчеств Муравьеву Апостолу Есть Такая Французская Гадалка Мадам Ленорман И Она Раньше Есть Такие Предсказания Сивилы Вот Это Про Нее Все В 1871 Году В журнале Русский Архив Было Описано Этот Случай Юный Офицер Муравьев Апостол С Товарищем Зашел К Известной По Имени Сивилы Предсказательности Гадалки Ленорман И Они Спросили О своей Судьбе Гадалка Ответила Что Оба Умрут Насильственной Смертью И Обращаясь К Муравьему Апостолу Она Сказала Вы Будете Повешены Возмущенный Позорной Казнью Муравьев Резко Возразил Ей Что Он Не Англичанин Какой Нибудь А русский Дворянин И В то В В России Пятерых Повешенных Декабристов Был Муравьев Апостол Поэтому Как бы Хотим мы В это Верить Или Нет Но Здесь Еще Очень Интересно В 20 веке Одной Из самых Известных Гадалок Считалась Американская Предсказательная Джейн Диксон В 1968 Году При ней Зашел Разговор О Мартин Лютер Кинге Возглаве И Диксон Буквально Ошарашило Присутствующих Фразой Мартин Лютер Кинг Не Придет Вашингтон Он Будет Убит Выстрелом В шею Следующий Будет Роберт Кеннеди Не Прошло И Недели Как Кинг Был Застрелен А Спущая Еще Несколько Месяцев Выступая В отеле Амбассадор Диксон Задали Вопрос Станет Ли Когда Нибудь Роберт Кеннеди Президентом Ответ На Этот Вопрос Я Почувствовала Внезапно Писала Позднее Представительница Вспоминая Этот День Он Явился В виде Черного Занавеса Который Будто Упал Между Мной И Аудиторией Это Было Окончательно И Бесповоротно То Что Ответено Диксон Слышали Десятки Людей За Свидетельствующих Последствия Ее Слова Роберт Кеннеди Никогда Не Станет Президентом США Охваченная Волнением Сказала Она И Не Случится Это Из-за Традедии Которая Произойдет Именно Здесь В этом Отеле Ровно Через Неделю 5 июня Кеннеди Был убит Тоже Ну В отеле Амбассадор Таких Историй Есть Много Это Вот Только Нескольких И Каждого Из Нас Есть Какие Истории О Сбывавшихся Предсказания Вот Ты Только Что Сказала Я Рассказала И Можно В это Верить Можно Не Верить Но Каким То Образом Это Происходит Поэтому Нужно Быть Очень Внимательным Все Таки Действительно Если Вы Не Хотите Чтобы Вас Запрограммирование Если Хотите Все Таки Узнать Что Будет То Нужно Ити Правильным Предсказателям Например Есть Такая Китайская Книга Перемен Наверняка Вы Слышали Это Когда Подбрасываешь Три Монетки Там Есть Определенные Гексограммы Которые Отвечают То Очень Интересно Что Это Чисто Это Психолог Это Психологическая Книжка То есть Там Предсказания Очень Интересные И Конфуции Писал Конфуции Я мог бы Продлить Свою Жизнь Если Бо Я мог Продлить Свою Жизнь То 50 Лет Отдал Бо Изучение Книги Перемен А Тогда Бо Смог Не Совершить Ошибок То Есть Как бы Предсказания Не всегда Плохо А о том Что нам Сказали О том Что гадать Нельзя Ну Нужно Подумать О том Кто нам Говорил Все таки И для чего Нам говорили Ну Естественно Все виды Церквей Все виды Религии Запрещают Гадания Почему Ну Как бы Но деньги Должны идти В один карман И слушаться Нужно Именно того Кому вы ходите В церкви То есть Как бы Деньги Деньги И контроль Это все Что Никогда Никуда Не уходило Мы живем В этом мире В человеческом Мире И это Действительно Было Важно Но это Была Парадигма Прошлого Века То есть Эры Рыб Сегодня Пришла Эра Водолея И именно Поэтому Такое Количество Людей Начинают Заниматься Этим Тогда Вопрос Как Узнать Насколько Правдив Или Неправдив Тот Или Иной Человек Который Гадает Ну Во-первых Конечно Нужно Просто Доверять Этому Человеку То есть Если Вы пришли Человеку Во-первых Нужно Чувствовать Энергию Во-вторых То есть Если Вы чувствуете Что Это Не Ваш Человек То Лучше Заплатить Деньги И уйти Называется Потому Что Тогда Лучше Не Слушать Даже Что Он Говорит Потому Что Он То Что Он Вам Скажет Вам Вообще Неплохо Самому Научиться Развитие Интуиции Развитие Интуиции Сегодня Очень важно Я Всегда Об этом Говорила О том Что Как Это Делать И Первое Я Не Перестаю Повторять С каждой Передачи Контроль Своих Мыслей Потому Что Когда Мы Для Того Чтобы Развить Свою Интуицию Первое Что Нужно Делать Это Практики Прощения И Развитие И Отключение От Здравствуйте У меня Есть Такой Вопрос А Как Как Узнать Это Твоя Гадалка Твой Предсказатель Или Твой Тот Человек Который Тебе Нужен Или Нет Ну Вот Как Раз Мы Об Это И Говорили Нужно Слушать Свою Интуицию Особенно Женщины Женщины Рождаются Уже Подключенным И Интуиция Просто Прислушайтесь К тому Что Говорит Ваше Сердце Это Первое Если Вы Пришли И У вас Что-то Там Что-то Где-то Заболело Это Нехороший Знак Если Например Вы Не можете Попасть К этому Человеку Что-то В дороге Случилось Нужно Смотреть На Все Знаки Вот Если Вы Уже Идете Заниматься Этим То Нужно Обязательно Смотреть На Все Знаки Но Еще Очень Важная Одна Вещь Если Вы Пошли Гадалки И Вам Что-то Сказали Совет Дали Не Предсказали А Дали Совет Как Себя Вести Если Вы Задали Вопрос Как Совет И Вам Дали Ответ Сказали Ну Вот В Этих Вариантах Так Надо Себя Вести Предположим Вы Не Очень Поверили Этой Гадалки Пошли К Другой Гадалки И Она Вам Говорит То же Самое То Может Стоит Сделать Что Вам Говорят А Вы Ищите Подтверждение Тому Что Вы Хотите Услышать То Просто Делайте То Что Вы Хотите Делать Не Хотите К Гадалки Потому Что Очень Большая Вероятность Что Вам Скажут Не То Что Вы Хотите Услышать И Самое Страшное То Что Если Скажет То Не То Что Вы Хотите Услышать И Вы Сделаете Все Равно По Своему Тогда Вопрос Зачем Мы Ходили К Гадалки Потому Что Я Знаю Много Случаев Когда Люди Ходят 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 Им Говорят Ну Типа Ну Сделай Уже Это А Он Не Делает Это Человек Он Просто Не Делает И Все И То Мужчина Например Говорят Ну То Если Мужчина Идет Гадалки Почему Он Идет Ну Вот Недоволен Он Судьбой Но Не Любит Он Свою Жену Например Ему Говорят Оставь Ее Оставь Ее Будет Хуже Просто Повернись И Уйди Нет Он Все Таки Страдает Мучает Ее Не Уходит В конце Концов Она Заболевает Раком И Тут Он Уйти Не Может Не Хочешь Быть Свиней Сколько Это Лет Она Болеет Он Ей Посвятил Всю Жизнь Но Он Никогда Не Подумал О том Что А может Быть Она И Раком Заболела Из-за Того Что У Них Были Плохие Отношения Нужно Помнить О том Что Наши Болезни Не Приходят Просто Так Вопросы Не Возникают Просто Так Если Вы Пришли Гадалки Например И Вас Не Устраивает Что То Своей Судьбе И Я Гадалки Хотя На самом Деле Предсказаниями Занимаются Не Только Женщины А Очень Много Мужчин Поэтому Как Гадальщик Как Его Назвать Человек Предсказатель Практика Практична Того Чем Он Занимается Еще Одна Вещь Которую Я хотела Очень Есть Законы Законы Которые Нужно Следовать Один Очень Важный Закон Нельзя Гадать На Других Людей Без Разрешения Это Очень Важный Закон Если Это Просто Связано С Вашей Ситуацией Задать Можно Вопрос Но Не Конкретно Гадать То есть Бывает Я Приду Гадаю На Дочку Или На Мужа И Нельзя Он Должен Дать Разрешение Попросить Без Гадание Должно Каждое Гадание Должно Иметь Обмен Энергиями Если Вы Говорите И Гарят Человек Духовный Не Должен Брать Деньги А Как Он Должен Жить Обязательно Должен Быть Обмен Энергией Деньги Это Энергия Информация Это Энергия Нет Информации Энергии Поэтому А наши Люди Очень Любят Вот К сожалению Не Платить Вообще Не Только За Гадание А Вообще За Все Или Жаловаться То есть Нам Должны Платить Зарплату А Вот Ты Занимаешь Это Не Заработа Твоя Это Даже Не Работа Поэтому Зачем Платить То есть Ну Иди На Работу Поработаю Я Работаю Зарабатываю А Чем Это Отличается То есть Все Если Нет Обмена Энергией То Первое Если Хорошее Предсказание Оно Не Сбудется Плохое Предсказание Обязательно Сбудется Поэтому Будьте Аккуратны До Того Как Пойдете Кому Ну Узнайте Все Об этом Человеке Нам Приезжает Очень Много Гадалок И Я Так Понимаю Что Раз Они Приезжают Зачем Помогают Кому То Иначе Они Не Приезжали И Просто Правильно Задавайте Вопросы Правильно Заданный Вопрос Это Половина Уже Успеха И Не Слушайте Или Даже Если Вы Приходите Просите Чтобы Человек Не Говорил Вам Straightforward Это Будет Так Если Он Так Говорит То Наверное Это Неправильный Человек То Есть Вам Должны Сказать Что Может Быть Так Может Иначе Нужно Сделать Это Чтобы Поменять И Так Далее У нас Есть Полминуты Я хочу Чтобы Ты Еще раз Объявила Насчет Следующего Понедельника Следующий Понедельник Встреча Клуба Женского Я Богиня В 7 Часов Вечера Звоните Телефон 224 688 0155 До новых Встреч В следующей Передаче И Вам Счастья Здоровья Любви И Чистите Свои Мысли Спасибо Вам Огромное Будьте Здоровы